и чё окей так значит первое рад вас всех приветствовать я кратенько во первых скажу что вот вы пришедшие сюда мне наиболее интересно с точки зрения социальной жизни происходящего университете может быть вы это видели слышали или представляете себе что сейчас в связи с онлайном с развитием всяких онлайн-курсов серой dx татрата татата куча их да и деми и так далее вопросы ставятся типа зачем вообще нужны университеты да если столько классных есть курсов вы знаете самое важное мне кажется в университетской жизни а это сформировалось совершенно неспроста и вот слушай слушай какие-то плюсы минусы слушайте самое главное это социальная жизнь университета раз и воспроизводимость кадров видите как коралловый риф может смотрел фильм там большой барьерный риф да и там целая система ниша такая да то есть эти там кораллы которые создали эту штуку и на нем обитают тра-та-там и черепахи приплывают эти заплывают в такое время года университет представляет из себя реально большую экологическую вот такую вот нишу я много лет проработал в онлайн школе фоксфорд прям много 11 лет вот и слушайте не воспроизводится ну нет такого чтобы ученик да нет может быть дальней перспективе он придет когда-нибудь станет там преподавателем но это не воспроизводится напрямую быстро то есть тут есть некий как бы продукт да вот раз и вот производим 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 более того преподаватель находящийся на каких-то вот таких вот учебных курсах особенно там кег или что-то и репетиторство я в принципе там репетиторство вам могу порекомендовать на несколько лет но не залипнуть на нем всю жизнь да вот да потому что через некоторое время можно начать вообще тупить от процесса потому что вы не сказать ну вы воспроизводите одно и то же вы сами не растете мне очень важно включить вас в образовательный процесс на физтефе причем так чтобы это было взаимовыгодно полезно вам полезно кафедре полезно младшекурсникам ради которых это во многом затевается но на смотрите как я вижу вот некую траекторию не существует я осознал это когда я стал на кафедре жить уже очередной год я увидел очередного коллегу который уезжает с сша в австралию еще куда он развивается как параллельно с преподаванием как либо программист либо там на ученый научный сотрудник он развивается и через несколько лет он уходит с этим ничего нельзя сделать людям надо развиваться будет странно либо он найдет себя где-то в нише физтеха в какой-то лаборатории или научной работе либо он работа там где-то в москве развивается там в продакшн а сюда заходит как сказать совместителем там на денек и это отличная ситуация что приносит какие-то практики оттуда это круто вот но надо организовать то есть отток кадров очень большой кроме того рядом стоит айти индустрия которая высасывает как пылесосом ведь там настолько как это поле и не будущее зарисовать все но можно себе представить там напряженность как сказать финансового поля такова что на преподаватели стоящие преподаватели их туда просто сносят да то есть какие-то там связи химического характера типа личных валентностях она в то же время реально да вот настолько что отрываются самый причем активные самые интересные преподаватели уходят и ничего с этим сделать нельзя кроме одного подпитка новыми кадрами и не существует никакого педагогического вуза откуда мы могли взять и так и ты да прийти да я пошел в какой-то педвуз да и там сидел ребята идите к нам преподавать на кафе информатики вообще не первая причина совершенно не тот уровень второе это не включенность в культуру физтеха она не исключительно физтеховская есть много других вузов где тоже там ботания ты тоже есть интерес к знанию во многом вот эта искорка которого физтехов не потеряна да мне кажется что физтех до тех пор остается физтехам пока у него есть энтузиазм пока он вообще горит чем-то реальным интересом опять же не важно науки промышленности индустрии изобретательства то есть пока у него есть вот эта активность он сохраняется реальную или даже финансистом или какой-нибудь вот менеджер да как при которой приносит какие-то выкапывает откуда ты привносит какие-то практики короче вот это очень важно вот не потерять задор и вернусь я еще одну вещь важно хочу сказать что короче только только среди студентов из тех имеет смысл искать будущих преподавателей но есть некая проблема а дело в том что вот представьте себе да вот у меня студент допустим того словно первый второй курс да пусть те наши целевая аудитория кому мы учим а и вот есть пред на самом деле вот если так вот нарисовать то преподаватели они конечно есть разного уровня вот как в западных университетах наверно знаете да есть печи и все печи должны преподавать а есть профессор да професор и соответственно професор это тот кто является там не знаю вот автором учебного курса лектором и так далее да а под ним эти печи бегут я так для упрощения напишу лектор хотя это совершенно не важно да старшие преподаватели соответственно это вот некая комьюнити да то есть здесь происходит некое взаимодействие но она как сказать некой это разной степени бывает все в многом зависит от лектора но и преподавателей в том числе да но студент он находится довольно далеко вот эта трансляция знаний она не превращается в то что студент в итоге легким образом может стать преподавателем именно поэтому я считаю очень важно внести некую вот графическую эту фигуру да вот некий промежуточную ступеньку и она лично мое мнение да она должна быть не трудового типа не с оформлением трудового договора как можно заходить ты совсем коротко короче смысл в том что вот преподаватель не имеет не он теоретически законное право имеет в середине семестра сказать все я пошел вот там две недели уволиться но это реально будут большие проблемы у кафедры и студенты как сказать о чем перестраиваться у него как сказать все там на пульсе было да он взял ушел поэтому морального права преподаватель в середине года уйти не может ну или хотя бы там в середине семестра да но есть такое правило ну доведи семестр до конца взялся есть некие обязательства да перед кафедрой перед студентами нельзя пропустить пару пропуск пары преподавателям это нарушение трудового законодательства выговор там и так далее да ну с серьезными последствиями вот короче не ну понятно бывают какие-то сейчас особенно да фас мажорной ситуации так далее но тем не менее существует вспомогательный педагогический состав который называется учебный ассистент еще раз вот этот человек который вот здесь вот находится я раньше называл словом ментор но ментором он является только по отношению к студентам а есть такая должность она есть даже вот можно нанять теоретически правда ставок таких у нас практически нет на кафедре вот и фонд кафедры маленький вот из кафедральных денег там нанимать сложно но тем не менее существует вспомогательный педагогический состав который называется учебный ассистент понятно теоретически да это существует на практике это даже существует там бывало что мы реально ставили преподавать человека который еще на четвертом курсе по из-за жесткой нехватки кадров было такое и ну не могли его а у него нет высшего образования мы не имеем права в вуз брать человека без большего образования хотя все понимают что это четверокурсник а там уровень намного выше чем у выпускника магистра какого-нибудь там московского педагога все равно мы там не можем его оформляли его там учебным ассистентом понятно да но там короче он не является преподавателем на него пониже там ставки существенно но суть короче вот я буду называть вот этот человек когда вас в конечном счете если вы не разбежитесь и вы будете с нами работать и мы тут семестр до помогать преподавателям именно учебным ассистентами по отношению к студентам можно называть себя ментом по информатике абсолютно точно да в отношении к преподавателю учебный систем или просто сидит на самом деле есть должность у преподавателя младших преподаватель называются ассистентом реально они ведут лабораторная кстати терминология у нас не семинары и не семинаристы семинариста это в семинаре сервером у нас преподаватели лабораторных работ а компьютеры это лабораторное оборудование есть лаборант который там сидит в операторской понятно так что у нас лабы 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 по информатике ладно значит теперь дальше значит и кроме того в чем еще ценность этого для вас и наверно вы в курсе слушали что там я говорил о привлекательной видеозаписи на все равно озвучу важные вещи которые вы учитесь мне важно озвучить плюсы для вас то есть кроме того что вы транслируете на самом деле точно так же как преподаватель учится у лектора точно так же вот учебный ассистент ментор по информатике он учится у преподавателя причем интересно если он этот курс уже изучал то он учится каким-то совершенно неожиданным новым вещам он учится не тому как сказать ну не хон естественно закрывает какие-то свои лаги они всегда когда ты изучил какие-то какой-то предмет всегда есть пустоты да и вот он тебе вот пустоты закрывает вот параллельно он учится самой методики преподавания подходом не знаю жестом на самом деле когда я был еще студентом я смотрел на я смотрел на преподавателя на лекторов и был у меня такой записывал плюсы и минусы и на минусах я в том числе учился да ясно так нет вот так делать никогда вот это это плохо да есть какие-то вот фишки которые ну можно осознать и на минусах того преподавателя с которым вам будет придется работать значит так короче тем не менее плюсы это ну первое закрытие гэпов да значит соответственно заполнение пустот второе это обучение самой методики как сказать разговорить вас когда человек учится любой понятий на любому предмет и любой какой-то понятийной системе неважно термех это квантовая физика или информатика или английский язык он учится пятью способами постигает первое изучение грамматики какие-то такие вот от чего как вообще там формулируется но изучение грамматика как мы знаем по многим советским школам английского языка там вы уже не застали а еще застал вот это не самый лучший способ есть способ обучения тому же английскому который вообще не учат грамматики они что делают слушают говорят читают и пишут вот эти четыре вещи очень важны не забудьте про это это очень важно 5 видов деятельности которые очень важны да соответственно слушать мы все слушали лекции или хотя бы преподавателя на лабораторных работах да и вот все вот эти вот товарищи они в основном слушают очень важно их разговорить на тему самого предмета итерация заголовок цикла тела цикла там ветвление ну не знаю есть как специфические термин уже связаны с самим процессом там комит запушить какие-то сленговые но тем не менее там тестирование и тогда короче есть термины понятия которые фактически в живой речи даже постигают тех вот выписать списком заставить звучит не самое ладно короче надо их разговорить но ведь и вы на самом деле обучаясь свое время программирование информатике да вы наверняка больше слушали чем говорили и вы будете первыми грантополучателями вот этого вот понимаете выставку приобретете некую флюенс и как бы до с точки зрения объяснения соответственно что еще читать и писать тут обратный на самом деле обратная проблема вы все скажите пожалуйста пушкин читали когда очевидно читали а сами стихи писали кто сам стихи писал ну те все как видите да а в программировании скажите кто писал программы а кто читал когда-нибудь по с открытым кодом какие молодцы почти все реально большинство пишут но не читают разве можно научиться писать достойные стихи не читая пушкина или кого-то еще или их там всех вместе да не имея опыта чтения наверно сложно да ну в программировании здесь как сказать наверно супер такие перлы это отдельная песня да ну то что может быть и достаточно сложная компания синтаксических конструкций и всякие фишки да могут быть языки там уже не те которые нам нужны но тем не менее да некая наработка чтения она должна быть соответственно и опять же вы помогая вычитывать программный код и будете первыми грантополучателями вот этого вот да то есть вот умение это на самом деле вещи которые касаются тем лидера в окна ну или его помощников да то есть это программисты уже не джуниоры да это там медлы сеньоры которые занимаются вычеткой программного кода на то на сё и это тоже нарабатывается то есть то что ты сам пишешь хороший код еще не автоматически означает что ты как-то вот ну под навыкой можешь легко это вычитывать находить какие-то дыры там ошибки ляпы и так далее то есть и опять же у вас его пока у вас если вы сразу автоматически там преподаватель и вас никто этому никогда не учил то может оказаться что не понимаете как это сделать нормально поэтому быть некоторое время в такой подаванном подчинение это очень ценно значит третье третье сказал короче еще за счет вот этого социального процесса я хочу повысить общий уровень коммуникации на кафедре на кафедре и в принципе между преподавателями и студентами есть такая важнейшая вещь при организации процессов как коммуникация преподаватель донося что-то студентам часто не может выразиться их словами не может объяснить это понятно он из совершенно другого поколения на одно на два поколения он уже другой вы являетесь таким очень близким человек первое вы не ставите оценку то есть вы не с вами нет трудового договора вы не ответственны перед учебным отделом вы не приносите ведомости короче перед вами студент может признаться а признаться предпреподавателем у стрёмно понимаете и это очень сильно снимает барьер по возможностям подхватывания помощи в ранний момент а никогда уже он не принес проект курсовой за весь семестр и тра-та-та что с ним реально делать уже все времени нет у него другие предметы горят сессии начинаются нереально учить надо вовремя надо их подхватывать короче вот коммуникация собственно это важнейшая вещь и соответственно коммуникация вот здесь вот на этом уровне почти горизонтальном то есть вот вы можете доучиться задавать вопросы опять нет никакой ответственности преподаватель учебному ассистенту ментора он не ставит никакой оценки нет какую-то статистическую информацию я собираю чтобы понять эти товарищи несовместимы если вы остаетесь учебным ассистентом следующий год то я не буду вас ставить к этому преподавателю или вообще будет вопрос об этом преподавать вообще стоит его и оставлять но бывает что преподаватель неудачный да и реальная жизнь есть реальная жизнь на нужно как-то с этим работать да и тем не менее получить эту информацию опять же можно и возникает некоторое вот взаимодействие а потом когда преподаватели каждый работает своей аудитории в свое время они практически не встречаются не обмениваются опытом а здесь мы как бы запираем двух-трех человек в одной банке да эти младшего старше но тем не менее вот некоторые вот возня они общаются друг другом сам преподаватель получает какие-то неожиданные может для себя вопросы или сказать инициативы понятно вот ну и кроме того что вы немножко помогаете груз введение предмета да есть такая еще вещь как скомпенсировать даже если неудачный преподаватель наличие хорошего учебного ассистента очень сильно может скомпенсировать нет никаких особенных навыков речи программирование ничего сверхъестественные от вас не ждут абсолютно инициатива желание это самое главное и все-таки некая степень ответственности в меру добровольца то есть я предполагаю и надеюсь что вы как сказать не за тем что там ну да лфи или лфи да лфи делай как мфти делает какое-то материальное поощрение вам честно я даже не знаю его масштаб и не влезаю в это дело моя задача другая они что-то вам дадут но я точно знаю что это будет немного и надеюсь что вы не за этим пришли поощрение будет надеюсь что вы не за этим пришли вот потому что есть какие-то плюсы и я все-таки надеюсь что у вас есть наверное какой-то физтеховский патриотизм вы хотите сделать обучение программирования информатики в принципе в своих этих школе в силе слуфы есть не слуфы ну может быть опять же многие практики можно просто потом переносить то есть можно брать инициативу в свои руки в какой-то момент для этого надо что-то вот прожить про про как сказать поиметь какой-то опыт можно соответственно у нас здесь получить вот так я почти выговорился сейчас скажу да очень важная вещь значит это позитивная мотивация вы знаете вот когда человек менеджер управляет каким-то процессом не важно отец он в своей семье своих детей или руководитель похода какого-то или лектор или преподаватель в аудитории или там учебный ассистент ментор нескольких студентов тем не менее есть разные модели поведения есть модель там деструктивного поведения авторитарного поведения разные тем не менее один бьет другой не бьет орет можно не орать но унижать еще какие-то есть способы лидерства как вот подавить как вот заставить как понудить я помню книжка такая вдохновляющий менеджер вот мне кажется очень важным вдохновлять приносить такой позитив который знаете как бы был такой дуров 1 лев владимирович и владимир львович а к сожалению позвали вот от пратец этой династии да он первым собственно занялся этим вот дрессировкой животных вот так вот детально многие вещи крутые сделал там единственное человек в мире которая за всю историю сумел выдрессировать муравьеда у которых мозг считается там настолько маленьким что не при это не пригоден для дрессировки вот он исходил из исключительно позитивной мотивации никогда не не бить не заставлять него принуждать животное вот люди они ведь еще умнее чем животное и мы на самом деле единственное чем можем по-настоящему схватить студента это через позитивную мотивацию соответственно и я и вас тоже пытаюсь скорее завлить причем не банально там едой а что-то вот объяснить смысл суть происходящего дать вам возможность отрефлексировать все эти процессы да так значит так вот я хочу чтобы вы были соответственно и привносили вот этот позитив до управляя процессами у студентов и наш первый семестр глобальная наша дайте лучше здесь напишу да теперь план учебного курса сушки не хотел честно делать совсем революцию но я сейчас любые вопросы вы можете меня оборвать просто угодно спросить короче наш план наш план план тимофея федоровича именно его я озвучил несколько лет назад валерий валерьевичу они долго бились с тем чтобы хоть как-то изменить курс информатики вот модернизировать его но кафедра стояла намертво и ничего не это и в конце концов валерий дошел до меня лично он писали заявление там служебные записки не получал ничего вот отказывали вот он дошел до меня лично я его нарисовал бы но я вижу это так я делал курс на бэме на физхиме мы делали это так у меня появилась рефлексия я бы сделал это иначе я бы сделал это вот так они пошел с этим запустил дискурс среди студентов аспирантов фабфа там были обсуждения они пришли со своим запросом он не совсем моим интересом не так как это было изначально но некую вот фишку здесь я как сказать мы сохранили смотрите любой любая последовательность учебных курсов так называемый учебный план учебное управление у них лежат типа чуй там сейчас в электронке но они могут это распечатать и учебный план когда вы составляете индивидуальный план то это ваш как сказать модификации этого учебного плана который генеральный для вашей специальности вашей кафедры существует такая сущность так вот в нем прописаны некие последовательность учебных курсов слушайте вот я сейчас не буду все прописывать и как они там друг другом завязаны и как то есть какие-то генеральные которые можно было бы обсудить в целом для фистеха да или хотя бы для фа-фа проблем вот но я вот конкретно по информатике хочу сказать я не буду старый вариант расписывать я сразу расскажу наш текущий я его как паровозик напишу потому что у нас 4 вагончика или скажем так вот этот вот вагончик очень интересно да то есть он на самом деле состоит как типа из двух так это четыре семестра изучения так уж устроена ресурс наш на ресурс вообще от кафедры да это время ресурс учебного курса это время которое выдадут кафедре на обучение студента и вот наш ресурс это ну если парами мерить то 2 плюс 1 или если мерить так называемыми аудиторными часами то есть 45 минут то получается что у нас 4 плюс 2 это в неделю в неделю на самом деле сюда прибавляется еще некое количество часов домашней работы она тоже там считается учитывая реально вы понимаете что каждый студент сам мерить но тем не менее когда мы пишем количество домашних работ мы как-то это дело учитывая честно не помню это число точно но условно то ли четыре то ли шесть часов соответственно самостоятельная работа то есть аудиторная нагрузка есть вот самостоятельная работа и соответственно четыре семестра и больше никто не даст вот лично мое мнение что на обучение информационным технологиям я не скажу только программирование конечно надо выделять больше семестров времени может быть не надо а вот семестров наверное надо больше я не 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 буду утверждать что именно кафедра информатики вычислительной математики должна быть как сказать главным вот мейнстримером этого процесса но тем не менее вы учтите что университетское образование это некий это некая экосистема в ней есть какие-то как сказать движение некий течение да она естественно за быстрым ходом развития тех же идти до информационной технологии не успевает очень часто и какие-то новые видения но еще что-то она вот не сразу поворачивается к этому делу может пройти там сколько-то н лет да но обычно там лет условно 10 на какой-то поворот но на самом деле есть некий плюс какие-то такие вот мимолетные тенденции они пролетают мимо и нафиг уходят понимаете это вот в тех же онлайн курсах и школах там часто свежачок это так популярно а если это как это мимолетная вещь но она сказать и они вот за этим все время нос по ветру причем кстати и еще одна интересная идея да все онлайн курсы они в основном следят за тем что продается что можно продать то есть слушатель этих курсов он принимает решение о том что он это покупать в университете другая история мы в конечном счете спуская учебные планы на студента да мы обязываем его проходить какие-то курсы ну понятно что истин план можно что-то подкрутить подрулить да но вот некая вот это вот в этом есть и плюс и минус минус очевидный что может оказаться что какой-то курс нафиг не нужен и студент об этом уже знает он все равно обязан а плюс в этом в том что студент не знает что ему это на самом деле надо и вот очень многие физики на лфи вообще не рубят что им нужна реальная информатика программирования вот так вот нужно один мой друг моего года поступления с которым я вот учился и вот он здесь остался делать науку вот мы с ним сидим он там в лаборатории какой-то работает но мы давно не виделись и он не говорит знаешь тимофей а ты где информатика преподает на питоне вы знаешь вот списал всю информатику вот спихнул все это дело забыл вот решил изначально не буду учиться этому избежал сумел спихнуть сдать и забыть буду заниматься физикой и вот догнала его в конце аспирантура когда уже надо было писать кандидатскую пришлось вот неминуемо пришлось программировать вы знаете это как учиться водить машину когда тебе 50 лет любые навыки осваиваются легче чем раньше они начались знаете чем раньше ты начал это дело осваивать поэтому вот наша задача увлечь первых курсников программирования исходя из вот этой задачи что у нас приходят ребята на лфи которые не сдавали и гоп информатике накачивали себя математика физика ну русские еще да но информатикой интересовалась ну четверть ну хорошо половина но есть половина студентов да вот диаграмму нарисовать да условно у нас есть там нужно какие-нибудь 10 процентов условные олимпиадники городского уровня да еще у нас есть какое-то количество которое хорошо там на чем-то на паскале может носить на чем на питоне может даже в школе пробовали да но еще какой-то и количество людей которые так себе но учета программировали что-то они там знают в целом да а есть до 50 процентов поток от потока отличать я сейчас не собирал статистику но примерные цифры я знаю вижу нам нужно собрать эту статистику по новым первокурчиком посмотреть чего как вот которые вообще ничего не знают понимаете и у нас вот эту вот аудиторию потерять нельзя при этом это очень способные дети которые шарят мы можем давать им знание очень с высоким градиентом это не не шкалата это не вот просто они этим не интересовались их никогда это не вовлекал еще один момент так вот нам надо быстро включить в программирование причем так чтобы они не возненавидели информатику и программирование как таковой вместе взятых именно поэтому нам не надо их сразу долбать вот тебе чистый си а еще лучше ассемблер вот тебе там не знаю указатели давай а сейчас ты память забыл освободить короче вот этого быть не должно нужно максимально привлекательно им их ввести в программирование понятно и ваша задача в том числе вот в этом их мотивировать показатель вау как это прикольно понимаете не сколько ты будешь за это зарабатывать не это модно это круто в первую очередь это прикольно а посмотри как эта черепашка вертится а давай нарисуем вот такую фигню а давай а можешь сделать вот так а хитрое что-нибудь понимаете вот это это очень важно чтобы это было по приколу чтобы это было на интересе вот так вот именно поэтому мы изучаем товарищей не поймем акценты расставляют важно чтобы выйти акценты себе вот сейчас намокали да потому что мы вот так вот больше не встретимся да дай бог чтобы мы следующим а нет потому что на семестр значит не встретимся может в конце если вы захотите мы соберемся и пообщаемся по итогам вот наверное было бы ценно где бы там в декабре когда будет кончаться учебный курс там будет зачет и так далее короче на самом деле я пишу python но мы не изучаем язык потому что во первых язык достаточно глубок да если рисовать языки я сейчас только питон нарисую да как океан да вот берег да мы подходим вот подходит этот самый не знающий программирование подходит к океану да вот волны плещутся пляж такой да вот тут все плавненько 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 да шельф а потом дно океана да вот на самом деле в питоне очень много вещей которые очень такие нетривиальные сложные интересные полезные а библиотека питона она очень обширная и там опять же открывается область целая там в базы данных парсинга там html страниц там регулярные выражения и так далее так далее ребята да как там есть это впадины еще какие-то да вот горы впадины и так далее всякие монстры водятся декораторы какие-то метаклассы и так далее слушайте наша задача что называется завести их да искупать и чтобы они сказали вау программирование это круто то есть это все-таки скорее такой относительно базовый синтаксис можно немножко с ними выплатить безопасно туда да но ничего сверх если вы видите что через перед вами конкретный the person да вот человек который подготовлен он готов никаких вопросов как раз именно вот возможность того что у нас не только один преподаватель на там 17 человек в группе да есть вы вы можете с ним конкретно самостоятельно глупиться заплыть посмотреть типа а давай заплывем ну чё страшного то да это ж не акула не съест давай глянем что там в этой библиотеке внутрях вау круто то есть вот как-то вот вы на мотиве как сказать окей но мы это не будем пользоваться в нашем курсовом проекте но мы знаем такая штучка есть поэтому вещей которые можно изучить их слишком много поэтому еще раз мы не изучаем язык мы выхватываем из него только какие-то базовые вещи ну и то что нужно в рамках там проекта да то есть а чему на чем акцент чему учимся это то что называется практика практика программировали поэтому это вещь на самом деле практика программирования подразумевает некие универсальные вещи не зависящие от языка это не только кодинг-стайл кодинг-стайл некая этика как кушать вилкой и ножом да код должен быть чистенький да там не должен был размазня разумеет если все раздергано нет на самом деле практика программирования и это не только набор приемов но тем не менее это во многом именно набор согласованных набор приемов которые иногда даже трудно вербализовать бывает даже трудно объяснить вот почему этот программист он опытный а этот выучил и библиотеку и мануалы прочитал и все но он какими-то приемами не владеет поэтому практика программирования включать в себя использование специализированного по в частности соответственно это тот же самый гид да который является одним из лучших вариантов распределенной система которой версии такой пол которая пользует программиста для программирования вот соответственно его да как некий основной такой инструмент вот что еще но какая-то среда да то есть нужно как к какой-то среде их приучать тут есть варианты они имеют право в принципе писать в чем хотят и чего куда слушайте для многих вещей я бы предпочел все таки пайчарм комьюнити и дишни я не говорю сейчас про платные версии они доступны для студентов по студенческому пакету все у кого есть мейл из тех едут они могут в jetbrains написать и получить лицензионный пакет все там очень упрощенным способом но я в первую очередь говорю про комьюнити вот но у них есть бесплатная свободная версия этого пайчарм почему пайчарм потому что он именно пайчарм не этот юпитер лапда предназначен для программирования по большому есть термины такой ввел один программист что есть программирование по большому но есть вот как сказать программирование ну типа что-то она скриптил слегка да так вот работа работа дата сантис то часто эта работа в программирование по маленькому тут просто воспользоваться какими средствами шел конкретную задачку все нет длинного long term support вы эту программку написали и выкинули понимаете получили результат и все она не является промышленным образцом понимаете как экспериментальной установки вы в лабе когда окажетесь в какой-то своей вы наверняка увидите что лабораторная установка она как сказать из с мусорки практически собрана это заказали из германии а это нашли на мусорке понимаете и тем не менее да вокруг грязно даже может быть там это не особенно но тем не менее зато здесь ни одной пулинки в каком-то конкретном месте да она делает свою функцию выполнять все мы померили можно чуть ли не выбрасывать главный результат промышленный образец он совершенно по-другому выглядит то же самое в программном обеспечении есть вещи которые называются так называемый продакшен да то есть то что когда мы производим некий программный продукт поддержим его то есть не есть целый life cycle этого продукта начиная от его задумки и так далее я сейчас все это не буду расписывать ну вот и фишка в том что нужно хотелось бы важные вещи оттуда из поддержания продукта в длинном периоде привнести в том числе потому что когда студент пишет программный код и сдает его в тестирующую систему неважно яндекс контест или джадж неважно его главная задача что сдать прошла тесты выкинуть соответственно переменные называют те же коломоны и и про ст и и никакой вот как сказать стройной логики где композиции на функции под программ нет и не надо это сдал теста все прошел за год это не нормально такой программный код приходится потом выкидывать в научных проектах долгоживущих а очень часто бывает что вы написали потому что лишь научная группа а кому-то это читать кому-то это дальше поддерживать то есть этот программный код он вообще программный код пишется в первую очередь на самом деле людей все таки его приходится читать там 90 процентов времени а 10 процентов что-то подправить дописать вот программист в основном читает и не пишет профессиональный программист так вот я что хочу сказать что соответственно мы пытаемся научить их проектной работе я сотру эту штуку соответственно что входит в практику программирования соответственно проектная работа не подразумевает авто тестирование никакого то есть это вот вычитка доделай вот это а мне вот это не нравится а вот это надо протестировать и кроме проектной соответственно групповая а это навыки не возникают сразу нужно это дело прокачивать то есть в начале студенты работают по одному и играются условно с черепашкой потом они работают еще по одному но они делают какую-нибудь картину и уже делают декомпозицию декомпозиция на процедуру позволяет разорвать вот у меня есть некий интерфейс функции и он да правильно вызвать получить обработанный результат ну или там случае ну короче некие ожидания до контракт функции соответственно на следующем этапе он один но это делает уже не первую неделю а вторую или например что же картиной да когда ему надо что-то доделать в какой-то картине я сейчас не буду подробности если вы писали в свое время там если вы третий курс соответственно вы это в курсе вот так вот он читает программный код кого-то чужого и что-то туда должен вкрутить естественно он абсценной лексикой выражается по поводу того кто писал первый код точно так же как его товарищ который читает его программный код и пытается его подфиксить выражается под нашими к нему но смысл в том что это вот такой вот ротейт да он дает возможность поработать с чужим кодом и понюхать пороху и понять почему елки-палки надо вот писать грамотно раскладывать функцию логично описывать документ строки функция да то есть пояснять что функция как делает что она принимать какие требования что возвращает понимаете это вещи которые надо тоже один из образов я такой суть лечебного курса сводится не столько к тому чтобы сразу дать карту как сказать действие да и сказать иди туда делай то как знаете разложить бережно разложить грамли на которые студент должен наступить своевременно то есть он идет и в свое время наступает на эти грабли ну если он уже не опытный из ну по каким-то причинам своим своим предысториям из каких-то там олимпиадников либо какой-то еще причине понятно а учитывая что олимпиады школьные по информатике не заточены не на другое как раз на тесты всякие да то он будет наступать на вот эти вот грабли в какой-то момент он скажет елки-палки таки надо тестировать какую-то функцию которая типа математического типа да там чистая функция ну уж ее сто процентов на то есть я вообще не ожидал что она может влажать в какой-то ситуации да ну я сейчас тестирование она задевается это не самое главное чему надо научить декомпозиция разбиение программы задачи на подзадачи это важнейшая вещь еще одна из важнейших вещей это то что программу надо запускать немедленно как только ты начал писать ты начал писать программу запускай ее сразу простите я вынужден как и но не нужно вынужден я вам произнесу какие-то вещи которые может быть и вы слышали и еще услышите я советую вам лекции может на супер перемоточной скорости но просматривать хотя бы так чуть-чуть чтобы быть в принципе в курсе что там происходит потому что какие-то модификации естественно курс читать все третий год соответственно и я с первого на второй год мы просто сменили там прям библиотеки отказались мы там над кинтере писали плюнули и стали на пайгейме соответственно второй год прям так радикально пересмотрели сейчас не будет вот такого радикального но какие-то правочки будут особенно в лекционном я сейчас учета переделаю что-то буду рассказывать о другом так вот еще раз групповая работа это некий итог к которому мы идем вот но одна из важных вещей это консистентность программного кода это одна из вещей которым надо приучать вот создал пустой файл запусти идиотизм создал пустой файл там за линукс вот есть такая монтач сохранить и запусти ну это нулевая проверка у тебя вообще интерпретатор работает не работает ну ладно не в первую первую версию запустить и она должна работать понимаете то есть размечтался на а потом приземлись вот эти два этапа на самом деле они разный тип деятельности включать когда человек разламывает программный код чтобы совершить очередную итерацию его модификации там очередной комик то он начинает творчески придумывать какой-то кусочек да естественно он может воспользоваться функцией которая еще не написана и он прямо сейчас пишет ее название подозревая что эта функция ну вот вернет ему вот это но я ее напишу позже и умение вот этой декомпозиции я это сделаю позже или это сделать мой товарищ но мне нужен такой мне нужен такой класс который это и есть вот этот творческий процесс без творческого начала программирования не бывает программист это писатель он пишет программный код вот эти все лицензии связаны с тем что у программиста или у программистской компании есть авторские права также как у там джон роулинг например понимаете то есть реально вы пишете текст программный код текст вы писатель ну вы соответственно студентов да мы это учим соответственно есть творческий процесс да а потом надо заставить эту хрень скомпилироваться соответственно вам приходится этой функции сделать заглушку как бы там мог функцию да это как-то имитировать ее работу да ну чтобы это дело заработало в конечном счете можно было запустить и вот это вот один из навыков которым надо приучать да вот сказать недолго чтобы ты вот этот момент одной чашки кофе до другой примерно до одного перерыва до другого ты переводил программу с одного консистентного состояния в другое документы документирование самих своих действий знаете когда ученый осознает что он ведет эксперимент и это не так просто нам можно чуть чуть тут покрутил компьютер кто-нибудь разбирал а винтики не путали нет но это значит опыт а вот ну вот в комит месседжи это правда то комит месседжи это как раз подписанной коробочкой из какого места я вывинтил этот винтик понимаете или как журнал эксперимента журнал эксперимента когда вы отмечаете что когда происходил понятно ок ладно товарищи значит еще раз мы в итоге да вот формируем некий пакет навыков ценность этого еще и в том что эти навыки они завязаны тогда еще мы учим практику программирования на пайта но сами навыки они реально понадобятся на чем бы он потом написал на чистом си на java kotlin rust или чем угодно но он должен уметь делать декомпозит я тут не написал декомпозицию но понятно проектирование программного года до с так или иначе выделенными там объектами до соответственно там ну основы программирования часть я даже не написал здесь нигде этот синтаксис то есть я подразумеваю что синтаксис мой студент учитывая что на питоне нет многих проблем с указателями там и так далее да многие вещи естественно делаются просто он еще и говорит смысле разъяснений в чем неправда вот этот интерактивный режим он очень многие вещи открывает да кстати я сказал про пайчан на самом деле на первом самом этапе имеет смысл джаст интерпрета не юпитер не айпайтон просто команды строка вот интерпретатор ну или айдл айдл соответственно вот этот самый простой который вместе с киндером на винду ставишь у тебя сразу айдл это неплохая штучка для коротеньких программ то есть на уровне черепашка картина еще не надо сразу ему там задвигать ну давай сейчас накатим на твой ноут по each а вот не надо торопиться с этим делом опять же необходимость в каком-то решении осознается только тогда когда возникает проблема зачем это делать если увидеть проблему и вот проблема почему нужны все эти айдл потому что программного кода так много что уже неудобно его листать неудобно навигательство по нему должен не помнишь в этого объекта какие как сам написал этот объект но какие методы у него есть она тебе зараза подсказывает уже да или это из библиотеки какой-то все файлы к его вкладочками открываешь аккуратненько вайла этого нету там тупо текста но для начала она внятно красиво просто и даже не не программируемый режим когда в новый файл да вот тупо интерпретатор в нем 2 плюс 2 и так далее потому что есть нулевой уровень да это научный калькулятор просто вы знаете наверно да что питон можно поставить себе на телефончик да купай там называется но если под андроидом я под это моё себе не знаю но смысл в том что вот сюда можно накатить себе питона и на вычислять длинную арифметику или дроби фрэкшн ставим фрэкшн симпорт фрэкшн поехал у тебя есть рациональный дроби с произвольной точностью практически то сколько оперативной памяти хватит столько чисел там влезет да или эти десятичные да да сам ну короче или комплексные числа да просто букву j дописываешь и у тебя комплексные числа вообще не вопрос или комплексные синусовые экспоненты где в такой калькулятор найдете да или купите а он вот он вот здесь вот в питоне есть и вот многие ученые они начинают пользоваться питоном не не программируя вообще ничего не цикл и чайные функции просто вот что-то посчитать а потом еще о елки-палки можно график построить как некий трава вот реферанс в сторону фабфа мы делаем маленький первая лабораторная работа она про построение график матплот лип снампе сразу но без углубления вообще туда то есть мы прям не углубляемся что просто как некий готовый инструмент чтобы студент увидел вау я могу это делать без экселя какого-то еще там до миллиметровки тем более да то есть в этом смысле на первой лабе в принципе можно показать юпитер ноутбук юпитер лаб там да товарищ смотри вот тебе маркдаун вот ты можешь здесь же строить графики вау круто но когда речь идет о программирование как это инвиг да и потому что что нам нужно все таки юпитер ноутбук это не про то мы не уводим в анализ данных анализ данных немножко другой тип программирования и это не совсем по фану а наша задача все таки через позитивную мотивацию ввести что товарищ это круто это вау она двигается она летает у тебя атомы летают какие-нибудь да или там спутник вокруг солнца и или чем ну плоская графика в основном трехмерный не надо еще со звуками и можно управлять игрушки почти все программисты начинают в школьном возрасте там с того что пишут какие-нибудь игрушки вот в этот небольшой кусочек их учебного пути там очень важен потом у них пойдет соответственно на си плюс плюс там будет изучение на алгоритмах каких-то сложных вещей архитектурных те же указатели елки-палки и так далее ну причем короче как это сложные вещи там пойдут четвертое там вообще альтернативные варианты но смысл то что вот некоторые дать им доиграть вот детство прожить только на самом деле вы понимаете что многие вещи прокачиваются совершенно серьезные которым наоборот учат обычно в самом конце ведь очень часто когда учат сейчас не про физиков как-нибудь программистов то их архитектура компьютера основы операционной системы какой-то язык всякие-то там структуры данных какие-то алгоритмы только в конце как писать большой программный код как надо тестировать это еще от групповая работа то есть он долго его дрессировка такая персонально уже потом вот эти вещи а здесь такой реверс у нас сразу в несколько облегченного ряда вот этой вот работа окей понятно суть друзья я опять много наболтал значит ну все вот я мне кажется выложился полностью любые ваши вопросы первое первое минус муки совести когда у вас собственная сессия заваливается или не сданное задание тут надо студенту проверять что-то я вам скажу так первое не мучайтесь лишний раз совестью то что вы не вылетите и будете хорошо учиться и зададите свою сессию для нас как для кафедры даже в наверное важнее чем то прочитайте у студента очередной там код программной линии только держите коммуникацию с вашим преподавателем сообщите ему что у меня тут форс-мажор и я пожалуй не смогу на этой неделе ничего вычитывать студентов пусть там если есть 2 учебный ассистент а кстати в идеале что как сказать вот в этой вот комьюнити до которой есть учебная группа да не то что есть один преподаватель один учебный ассистент да и куча гавриков да а вас чтобы было хотя бы по двое учебных ассистентов я вот всячески вас призываю да чтобы ваша как сказать команда партия лидеров да вот чтобы ваша команда пополнилась попробуйте поагетировать среди своих собственных друзей попробуйте не поздно это добровольче понимаете наше движение скорее добровольческое движение я не нанимаю вас в любой момент в любому форс-мажору или просто пропало желание вы можете уйти понимаете вот не хочу у вас есть эта возможность вы можете и воспользоваться исключительно добровольно понимать никого не будет держать насильно там требовать вот почему ты не вычитал программный код мне кажется что если уж вы взялись конечно надо вычитать постараться да но если что предупредить и скажите я не могу причем я ухожу на совсем все у меня завал все у меня куча заданий не сдано сессия впереди я ушел в грязный бот ничто вам не мешает слушать очень легко можно выжать человека вы не выжить а выезжать и очень часто та же самая работа программистов продакшена она очень часто бывает вот именно так но вот же просто мне довелось это я после фистеха там пару лет я работал на что там курсы получалось короче я вот это испытал вот работа на вот же это все равно закончится срывом ухода по-любому я точно так же могу взять наехать на какую-нибудь преподаватель сказать так возьми ка еще две учебные группы у нас тут этот самый не хватает преподавателей бери еще две учебные группы понимаете а потом преподаватель просто он уволится мне важнее чтобы этот процесс длился дольше что вы после одного учебного года побыв учебным ассистентом не исчезли я же даже более того весна я вас не рекрутирую вообще ну не ну у нас были такие прецеденты что учебный ассистент он хотел задержаться весной тоже на первокурсником продолжать что-то там это неплохо это хорошо но слушайте ребят все по мере вашего времени в меру того чтобы это не мешало вашей учебной жизни и личной ну лично можно где-то потеснить вы все-таки учиться пришли на смысл еще раз в том что мне важнее чтобы следующее осенью пришли и тогда у нас будет знаете какая интересная ситуация у нас будет преподаватель старший учебный ассистент и младший учебный ассистент и будет дополнительная возможность передачи вот этих вот джет навыков я ж не уверен и не могу рассчитывать что вы все это прекрасно знаете умеете абсолютно нет вы нет недостающие знания получите в процессе понимаете вот и нормально мы все как называется работаем на общее дело и развиваем сам процесс вот этого обучения и уровень информатики и программирования на факультете на на все школьные понимаете никто кроме нас этим реально настолько сильно не озабочил не ученый совет факультет ну я академика когда принимался этот план там учебная программа какого-то всего да они мыслят своими категориями они не хотят зла но они не не очень сильно озабочен нет они озабочены качество на него многом означены направлением вот и не часто не понимают что нужно реально для этого мне кажется что я все-таки поймал эту фишку которая действительно отвечает за качество процесса учебного и вы можете быть моими союзниками я вас очень прошу часть вот этого вот моего энтузиазма и мои под посыл мой попробуйте донести до кого-то кому-то может быть интересно приведите с собой друга попробуйте потому что преподавание это попробуй я не говорю про профессиональную деятельность на всю жизнь но вот это преподавание in small хоть чуть-чуть по преподавать немножко это очень большой опыт понятно ладно товарищи короче еще раз я надеюсь что как сказать вот первое вы может быть донесете это кому-то еще и у нас списочек вас списочек который раздал да он еще в конечном счете пополнится вот таких вот встречи больше организовывать не смогу но я буду на физтехе по четвергам и по пятницам по четвергам лекции с 10 45 до 20 10 соответственно по любым вопросам меня можно выловить до или после может быть лучше после я не буду задерживать то есть я буду приехал отвел уехал но тем не менее можно обсудить пожаловаться на жизнь на преподавателя еще что а и пятница я с 9 утра до у меня 6 пар и я не буду сразу изжать я еще буду здесь оставаться какую-то деятельность проводить там со студентами которые дипломную работу здесь парочка которые делают бакалаврский диплом со мной вот соответственно меня можно достаточно легко в пятницу вечером поймать пообщаться опять же по любым вопросам или если вы захотите организовать собрание или если кто-то из вас к что тимофей федорович надо затащить на клуб лекцию прочитать не знаю чё можно предложить короче я остаюсь на связи в контакте с вами в контакте редко в самом телеграме вот пишите в телеграме текхирянов можно на почту текхирян jmail.com я получаю но не всегда отвечаю и телеграм не тоже не всегда отвечают сразу ну слушайте еще раз ищущий найдет значит я думал что у меня будет какая-то предварительная информация про вас возможно кто-то к те кто оставлял предварительную информацию елене писал какие-то вещи он не пришел по каким-то своим причинам я попробую это дело синтегрировать я думал что я сейчас вам сразу как сказать раздам преподавателей я скажу кто к какому преподавателю все-таки мы должны будем сделать уже онлайн за сегодня завтра потому что первого сентября уже у некоторых учебных групп занятия и вы знаете хорошо бы чтобы вы все-таки сразу были да естественно что почему мне важно ваши номера групп а согласовать расписание тоже но вы поучаствуете активно сейчас я подумаю я думаю что я создам какой-то телеграм телеграм у всех есть отлично тогда лучше телеграм я сделаю прям группу для для нас для вас вот и мы постараемся быстро скоммуницировать преподаватели там может быть туда же досыплю вот а может быть и не надо даже с преподавателем лучше как это более личные связки чем вот это групповое лучше на на нас когда горизонтально наше сообщество такое учебных ассистентов с преподавателем там своя есть тусовка там кафедральный есть слэк там вот а вот для нас вот телеграмовский я думаю чатик это самое то что вы друг с другом какие-то горизонтальные вещи чтобы вас между группами и у кого есть проблемы с вот этим а кто меня завестит я это самое не могу у нас нет вообще ассистента не перетягивая вас на кафедру по научной работе хочу сказать что из кафедры информатики из кафедры у нас есть еще 2 выше вычислитель физики на можно в принципе будет если вдруг вас классно супер можно делать научную работу на самом деле совершенно не обязательно вот можно поддерживать отношения с кафедрой потому что в нашей кафедре нет собственно лабораторной базы мы не делаем экспериментах у нас нет данных мы все время как сказать вот преподаватель преподаватель сотрудник кафедры да он в своей научной работе он привязывается к какому-то институту какой-то лабе или какой-то тематике там кто-то биологии там промышляет вот кто-то не знаю там сердце обсчитывает или структуру глаза кто-то дорожно-транспортные происшествия там дорожное движение там и так далее короче я к тому что вот вы оставаясь в рамках своей физической темы можете активно пользоваться какими-то вещами с кафедры и представлять свою работу у нас там приходить там на кружок игоря блюзовича петрова или на конференции у нас есть соответственно секции там на как принцип вот в принципе в целом чем раньше вы начните научную работу тем лучше но сейчас не моя задача вас вот это вот моя задача сейчас главное да это товарищи есть возможность хапнуть кусок экспириенса экспо экспо бесплатно с доплатой вопрос еще спасибо что пришли с 1 сентября занятия никаких линей к построению так что постараемся давайте я вас быстро добавлю телеграм-чат в течение сегодняшнего дня за за сегодня завтра завтра у меня собрание с преподавателями в 6 вечера вас я не буду приглашать предварительно я вас раскидают поменяться можно первые там неделя-две поменяйтесь но желательно чтобы студенты не пришли в аудиторию с одним преподавателем если будет ничего мы переживем реально ответственно это все равно он остается вы все-таки волонтеры в первую очередь это должно быть ваши доброй воли спасибо большое до встречи если что пишите звоните да